МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы узнаем, какие работы создают молодые дизайнеры в рамках фестиваля. И откроем секрет, как в библиотеке для незрячих и слабовидящих шрифты Брайля переводят в обычный. А теперь подробнее. И начнем выпуск с новости о творческом триумфе. Коллектив Амурского областного дома народного творчества «Хореографический ансамбль «Мы»» вошел в число победителей третьего межрегионального чемпионата по сценической фланкировке. Он прошел в Красноярске в начале апреля. В конкурсе участвовало 15 территорий России и более 160 человек. Амурскую область представили 12 воспитанников старшей группы ансамбля «Мы» и его художественный руководитель Наталья Двояшова. До поездки в Сибирь коллектив областного дома народного творчества успешно прошел заочный тур, получив приглашение принять участие в конкурсе с номером «Мациевский генерал» возрастной категории участников не моложе 16 лет. Чемпионат объединил профессиональные и любительские коллективы солистов из разных регионов России, от Краснодарского края до Сахалина. Во время соревнований оценивались уровень исполнительского мастерства, умение выполнять разнонаправленные круги, восьмерки в разных плоскостях, подбросы, оружие и его перехваты, боевая акробатика, соответствие и использование костюмов, реквизита и многое другое. Также программа конкурса включала мастер-классы и круглые столы, на которых носители казачьей культуры и профессионалы по фланкировке обменялись опытом. Высшее учебное заведение Москвы школа-студия МХАТ стала ближе к свободному. Гастроли прошли в местном дворце культуры. Жители города посетили не только спектакли, но и тематическую выставку работ театральных художников. Почти 60 молодых людей не только из нашей области, но и Хабаровского края, приняли участие в лекциях и мастер-классах от столичных педагогов и прошли прослушивания для поступления на актерский факультет. В рамках гастрольной программы в свободном прошли показы дипломных спектаклей четвертого курса актерского факультета школы-студии МХАТ. Молодые актеры показали спектакли «Илиада» по поэме «Гомера» и «Дни нашей жизни» по пьесе Леонида Андреева. В фойе ДК была представлена выставка диалог с классиком студентов факультета сценографии и театральной технологии. В общей сложности эти события посетили около тысячи свободниц. Еще порядка 60 молодых ребят стали участниками первого тура на поступление в столичный вуз. А помните, помните, вы подстрелили чайку? Случайно пришел человек и от нечего делать взял и погубил. Сюжет для небольшого рассказа. Старшеклассники, студенты театральных колледжей и молодые люди смогли пройти прослушивание в школу-студию МХАТ, не покидая дальневосточный округ. На встречу прибыли ребята из Заморской области и Хабаровского края. Успешно прошедший отбор «Свободно» получили возможность стать участниками второго этапа, который состоится уже в Москве. Программа прослушивания стандартная в том смысле, что мы просим абитуриентов прочитать нам отрывок из прозы, стихотворения, басню. Иногда просим что-то дополнительное. Если кто-то что-то вообще умеет дополнительно, кто-то, как вы говорите, рэп читает, кто-то сальто крутит, кто-то еще что-то. Тоже просим, пускай хвастаются, пускай показывают. Все это, конечно, интересно. Стильно, мощно, концептуально, сложно, эстетично. Такие отзывы написали в комментариях зрители Амурской областной филармонии, которые посмотрели хореографический спектакль «Стук колес» от шоу-балета «Максимум». Артисты с помощью танца рассказали аллегорическую повесть Виктора Пелевина «Желтая стрела». Повесть Виктора Пелевина, давшая сюжет хореографическому спектаклю, была впервые напечатана в журнале «Новый мир» 30 лет назад. По сюжету все действие происходит в поезде под названием «Желтая стрела». Состав идет к разрушенному мосту, который символизирует для персонажей финал жизни. Главный герой по имени Андрей пытается понять этот мир. Он путешествует по поезду, общается с разными людьми. Постепенно осознает более важные вещи, чем материальные ценности. Поиски себя, осознание своей цели – об этом постановка коллектива Амурской областной филармонии. Шоу-балета «Максимум». Я хочу сойти с этого поезда живым. Имеет смысл, хотя слова, из которых она состоит, смысла не имеют. Кстати, Амурская филармония дарит сразу три ярких вечера для своих зрителей в честь собственного дня рождения. А он у этого учреждения культуры с точностью совпадает со знаковым событием для всего мира. В день, когда состоялся первый концерт нашей филармонии, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин полетел в космос. Эту тему поддержали многие учреждения культуры области. Так в Благовещенской арт-галерее открылась выставка. Авторами работ стали художники из Благовещенска, Хабаровска, Владивостока, Целковского, Комсомольска-на-Амуре. На открытии выставки провели оригинальный розыгрыш космической картины, которая создавалась прямо на глазах посетителей художницы Веры Савиной, члена Союза художников России. Также гости увидели выступления местных артистов. Рок-группы «Второе дыхание», творческой студии Ивана Быстрова, певца Дениса Лазина, актера Саватея Снарского и других. Совершить космическое путешествие можно до 3 мая. Лекции и мастер-классы от экспертов в сфере дизайна из Хабаровска, Новосибирска, Екатеринбурга, Доляня и Пекина. В Благовещенске стартовал 25-й юбилейный фестиваль арт-пространства «Амур». Участие в нем принимают почти 60 студентов, региональных вузов и СУЗов, а также ученики школы креативных индустрий. Мероприятие традиционно проводит Амурский госуниверситет. В год педагога и наставника в России тема масштабного проекта звучит как «Ученик-мастер-творец». Студентам предстоит создать малые архитектурные формы из деревянных кубов. Работы они представят в стиле известных мастеров какой-либо эпохи. Изготовить арт-объекты, которые украсят финальную выставку, необходимо из подручных материалов. «Мы все-таки настроены на то, чтобы развивать в людях, гражданах культуру, искусство, чтобы они почувствовали, что можно из обычных материалов делать красивые вещи, которые будут радовать взгляд, вид». Участие принимают студенческие команды из Амгу, БГПУ, Дальгау, Школы креативных индустрий, колледжей. Работы Амурчана ценят представители дизайна из Екатеринбурга, Новосибирска, Хабаровска, Благовещенские художники, а также гости из Китая. Они проведут для молодых дизайнеров лекции и мастер-классы. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут традиционные выставки детских рисунков, работ представителей кафедры дизайна Амгу, произведений по архитектуре и дизайну профи, финал состоится 21 апреля в Амурской областной научной библиотеке. Примерно час на работу, фрагмент текста от современного автора на тему экологии и никаких шпаргалок. Библиотека для незрячих и слабовидящих стала одной из семи площадок в Благовещенске, где написали тотальный диктант. В этом году международный проект отметил юбилей 20 лет. Знание правил русского языка в единый день проверяли не только жители нашего государства, но и 41 страны мира. По Арсеньеву. Арсеньеву. Имя, собственно, пишем с большой буквы. Арсеньеву. Уникальный текст диктанта специально для акции каждый год создает известный писатель. В этом году им стал 42-летний публицист и журналист Василий Авченко. Причем он наш земляк, живет и работает во Владивостоке. Текст под названием «Экология по Арсеньеву» был разбит на 4 части по числу часовых поясов проекта. Всего в этом году тотальный диктант писали чуть более 260 благовещенцев. В эту специализированную библиотеку пришли 12 желающих проверить свою грамотность. Из них половина – незрячие и слабовидящие. Текст, написанный шрифтом Брайля, переведут в обычный при помощи специального мобильного приложения. Делается фотография страницы. Потом эта фотография загружается в телефон. С телефона тут же сразу же, мгновенно переводится текст Брайля. Все буквы Брайля переводятся в наш текст. И получается, что на странице наверху будет буква Брайля, а вверху будет наша буква. Эта площадка для тотального диктанта – единственное учреждение культуры в отдаленном районе Благовещенска, которое называется Астрахановка. Сюда приходят и обычные читатели. Школьники часто берут книги на каникулах. В целом фонд библиотеки для незрячих и слабовидящих насчитывает более 60 тысяч экземпляров. Это книги с крупным шрифтом, это флэш-карты для тотально незрячих людей, это кассеты, это книги рельефно-точечного шрифта по Брайлю, это тактильные пособия у нас, рельефно-графические пособия. То есть у нас уникальный фонд, которого в Амурской области больше нигде нет. Могу вам назвать цифру посещений у нас в прошлом году – более 8 тысяч посещений. И это все, о чем мы успели рассказать за 10 минут. Следите за культурной жизнью Амурской области вместе с нами. До встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!